Если подумать, что сегодня это, пожалуй, древнейшая часть, древнейшая конструкция этого монастыря. Самое начало, сохранившееся я имею в виду. Не святые ворота, не братский корпус. Это самое начало 18 века. Я думаю, где-нибудь до 1709 года. Почему говорю до 1709 года? Потому что здесь такое тотальное освещение было сделано в 1709 году. Так вот, перед вами стена, которая появилась, когда еще не случилась Полтавская битва. А в 1707 году наш Кремль укреплялся Магницким, под руководством Магницкого. Я думаю, что параллельно строилась и эта стена, которую перед вами. То есть это Петровское время. Это Петровское время, самое начало 18 века. Судя по технико-термогическим особенностям и так далее, и тому подобное. Вот. И вот эти выступы, они чрезвычайно не покутны. Можно подумать, можно допускать, я допускаю, что могли быть переброшены под твужные арки, повязывающие к выступу. То есть был боевой ход. То есть, по сути дела, монастырская стена сооружалась, как оборонительное сооружение. Видите, в Петровское время швед, возможно, пойдет сюда, то есть Карл XII. И монастырь создается с учетом, ну так скажем, возможных военных угроз. Перед вами северо-восточная башня монастыря. Увы, здесь поработали военные, так скажем, в 1946 году много здесь уже утрачено. Хотя эта башня, отчасти, сохранилась, в большей степени сохранилась северо-западной, а северо-восточная была во многом утрачена. Но хочу заметить, тут присутствуют даже такие элементы. Вот дверной проем, пожалуйста. Дверной проем в башню. Здесь была печь. Здесь находилась несколько из родцов. Вообще, из родцовая коллекция в этот раз, я копаю много лет, 40 лет на этом договоре, как я занимаюсь архитектурной археологией, так вот, из родцовый набор настолько богатейший. Это, в смысле, Петровское время, Елизаветинское, Екатериненское. Так скажем, в Петровскую эпоху, в начало XVIII века, переливали не только колокола. Активно использовали надгробия XV-XVI века. Вот перед вами, видите, фрагментарные надгробия. Вот они пошли, стали попадаться надгробия. Надгробия, дальше мы видим их больше, достаточно древние, то есть в начале XVII века. Ну, не сам Петр I, конечно, а, возможно, его, ну, так скажем, помощник Меншиковой, Виктор, был некто такой Викторов, он тут работал много, строил Меншиковский дворец на территории, он был когда-то на территории горсада. Викторов вкладывал серьезные деньги в создание этой обители. Подумайте, кстати, знаете о чем. По сути дела, существует уже негласный запрет Петра I на каменное строительство на Руси, начало XVIII века. А здесь сооружается каменный собор, колокольня, палаты, обратный храм, обратный с баскором. Целый комплекс. А строить нигде нельзя. То есть это могло произойти только ну, так, с разрешения самого императора. Поэтому перед вами такой, не могу сказать, прямой императорский заказ, потому что я еще документов этих не нашел. Но то, что здесь одно время находился царевич Алексей, он в то время папу еще не предавал. Вот, это случилось позже. Здесь выборка ее закончилась. И дальше остатки северной стены и сама башня. Ну, что, башни и башни. Башен много в древнерусском журчестве и в архитектуре более позднего времени. Но в этой башне не знаю, слово прельщает как-то будет, наверное, неправильно, а, наверное, будет как-то другой термин, другой глагол. Здесь весь верхний, верхняя часть фундамента выложена или над гробными плитами 15-го, 16-го, возможно, начало 17-го. Мы завтра ждем специалистов из Москвы, пускай они более подробно расскажут нам. Или, например, мельничные журнала, видите, лежат. Все это, все вклад.